Продолжается месячник по оборонно-массовой работе и военно-патриотическому воспитанию молодежи. В 44-ю школу хутора Семисводного Славянского района приехали школьники из станицы Гривинской Калининского района. В рамках акции «Зовем друг друга в гости». О чем же гости узнали во время этой поездки? Прежде всего, конечно же, о нашем земляке. Пионерий-герои Леня Объедко, о подвиге которого слагают в народе стихи. Ребята, затаив дыхание, слушали рассказ о жизни юного героя. Такой короткой. И о подвиге, после которого мальчик из Семисводного шагнул в бессмертие. Сейчас уже есть твердая уверенность, что Леня был связан с партизанами и выполнял их поручения по прерыванию важной линии связи между подразделениями немецко-фашистских войск. Леня был там с тремя мальчиками, но взял всю вину на себя. На классном часе рассказали об этом подвиге. Ну не понять, ребята, было немцам, как горячо мальчики любили свою родину, свой хутор и приближали день освобождения, как могли. Пусть по-детски, стихийно, но они мстили врагу и желали только одного. Желали, конечно же, победы. Собравшиеся услышали взволнованные поэтические строки славянского поэта о юном герое Лёне Объедко. Вербы косы склонили над рекой вдали, немцы Лёню схватили, на допрос повели, злобной пыткой пытали для других, мол, в пример. Ничего не узнали, не сказал пионер. Били плеткой и палкой. Вот, гляди, пистолет. И обидно, и жалко. Ведь 14 лет. Затем на мемориальном комплексе солдату-освободителю, где находится и памятник юному герою, состоялась линейка памяти. Самые добрые слова прозвучали и в адрес павшего мальчика, и в адрес жителей Семисводного, которые трепетно хранят память о времени Великой Отечественной. После минуты молчания учащиеся возложили венок и живые цветы к памятнику на могиле Лёни Объедко. Мне с детства известно о подвиге пионера героя Лёни Объедко. Мы, безусловно, должны чтить его память. И я горжусь нашей школой, что она проводит такие мероприятия. К нам приезжают издалека гости, чтобы почтить память погибших. Мы всегда проводим такие, ну, часто проводим такие мероприятия. Мы всегда чтим память павших. Ребята из Гривенской надолго, если не навсегда, запомнят эту поездку. Нам рассказали о пионере героем. Он совершил подвиг, и мы должны на него равняться. 75 лет назад отгремели бои Великой Отечественной в этих местах. Земля давно уже залечила раны войны. Но души по-прежнему хранят память о тех, кто погиб смертью храбрых, защищая нашу землю от фашистов. Андрей Вишневский, Александр Косицын. Программа «События». Программа «События». Продолжение следует...